Римма Бурамбаевой подумать не могла, что такое в её жизни случится. Когда у неё украли документы в автобусе, женщина обратилась в местные исполнительные органы. Пока шла процедура восстановления, женщине пришло уведомление из банка с требованием оплатить кредит. «Для меня, конечно, было большим удивлением, что на моё имя взят кредит. Я никогда не брала. Пришлось обратиться в суд. Выяснилось, что на меня каким-то образом оформила кредит молодая девушка 1994 года. Её обязали выплатить мне 250 тысяч тенге». Женщина смогла доказать, что не брала заём. Виновное лицо по решению суда перечислило ущерб пострадавшей. Теперь Римма Бурамбаева уверяет, что судоисполнитель, который занимался этим делом, забрал все её деньги себе. А вот в палате судебных исполнителей, говорят, всё было по-другому. «Получилось так, что на тот момент, когда он выставил инкассное распоряжение, денег на счетах уже не было. Почему? Потому что у данного должника была задолженность перед Каспийбанком, который забрал часть денег, и часть денег она успела снять. Сам частный судоисполнитель как бы себе ни копейки денег не забрал. Там единственная мелочь была, и то он эту мелочь в размере семи тенге вернул взыскателю». Такие действия считаются мошенническими, и наказание, как правило, лишение свободы. «Здесь без сотрудников банка, наверное, невозможно было оформить кредит никаким образом. У нас очень много таких случаев, когда люди приходят и говорят, что им ничего не известно о том, что на них оформлен кредит, то есть они узнают в последнюю очередь о том, что кредит на них оформлен. Но это, как правило, всегда заканчивается уголовными делами о мошенничестве». Юристы дают советы. Если вы потеряли документ, незамедлительно нужно написать заявление в полицию и дать объявление в газету. Так, в случае чего, это послужит хорошим доказательством в деле о мошенничестве.